Такой же вопрос по отношению к Зеленскому. На втором этаже во Дворце Независимости мы увидели фотографию, где вы с Зеленским. Я могу только высказать свою точку зрения в отношении Володи Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он не глупый человек, и я надеялся, что с опытом во второй президентский срок он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло, начался конфликт. Сейчас, это мое убеждение, может я ошибаюсь, там непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией. Прежде всего на фронте, в войне. Не Зеленский руководит всем процессом. И там даже не советники советуют военным, как себя вести. Там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России. Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом в Украине. Грубо говоря, у Зеленского на столе два телефона. Один телефон, второй телефон, спутниковая связь с Байденом и премьером Англией Джонсоном. Два телефона. Вот в основном он управляется этими двумя руководителями. Человек несамостоятельный. И не только потому, что он там не может. Ему уже не дадут управлять иначе, чем сейчас. Потому что то, что происходит сейчас в Украине, это выгодно Америке и их союзникам. Это выгодно. Утопить и Беларусь, и Россию в этом конфликте. Чтобы мы были погружены в этот конфликт. И нам было не до Японии, не до Сирии, не до Китая и не до Африки. И не до Венесуэлы. Утопить нас в этом конфликте. Поэтому они будут всячески сдерживать Зеленского, если он захочет иначе. И будут делать все для того, чтобы России было хуже. Ну, естественно, и нам. Я предупредил вас. Это мое мнение, исходя из анализа ситуации. Спасибо. Спасибо.